Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава послания к Ефесиным, библейский портал Экзегет. Я Андрей Десницкий, читаю свой перевод и немножко комментирую. Пятая глава – продолжение практики христианской жизни. Вот Ефесиане делятся на две части. Первые три главы – это поэтическое богословие. Следующие три главы – это поэтические наставления в практике. Как жить-то, исходя из этого богословия? Итак, подражайте Богу, как Его возлюбленные дети, и поступайте по любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя в жертву за нас, благоуханное и угодное Богоприношение. Ну, жертва Христа, естественно, то, что Он умер на кресте, и не нужно об этом повторяться. Но давайте обратим внимание, какое основание для христианской этики, согласно апостолу Павлу. Во всех религиях-эстетиках, в самой примитивной религии, говорится, ну, более-менее одно и то же, что не надо воровать, что надо быть честным, что надо почитать старших. Ну, я не знаю, в религии, где говорилось бы, что надо воровать или что старших надо там убивать, хотя это иногда делают. Но основания-то какие? Кто сказал? Великий дух разгневается. Счастья в жизни не будет, если не будешь чего-то делать определенного. Павел объясняет, вы – дети Бога. Дети ведут себя так, как родители. Они подражают. Они учатся у родителей, как себя вести. Христос отдал себя в жертву за нас. Вот поэтому надо делать то, что делал Он. Не просто потому, что Он сказал, а потому, что есть основания. Ну, а дальше он переходит к практике. И пусть даже речи у вас не будет о блуде, всякой нечистоте или жадности. Не пристало это святым. Как и постыдные разговоры, глупости и заигрывания, лучше благодарите Бога. Не пристало это святым. Святые, мы уже много раз встречали это. Слово для Павла – это божий народ. Это верующие, собственно, их святость. Это не их личное свойство. Это то, что в церкви получает человек, принадлежащий к святой общине Бога. Вот что надо вам твердо знать. Кто погряз в блуде или стяжательстве, то же самое, что идолослужение, не получит своего наследия в Царстве Христовом Божьем. Но про блуд, наверное, все согласятся, что это нехорошо. А стяжательство, что же плохого-то в том, чтобы копить деньги? А он говорит, это то же самое, что идолослужение. Человек служит идолом или человек служит кошельку? В принципе, одно и то же. Пусть никто не обольщает вас пустыми словами. Все это навлекает гнев Божий на тех, кто Богу противится. Не становитесь их сообщниками. То есть, смотрите, дело не в том, что кто-то обидится, а это естественное следствие. Гнев Божий – это не эмоция. Гнев Божий – это то состояние, в которое впадает человек. Он становится объектом Божьего гнева, вот если он живет такой жизнью. Прежде вы были тьмой, но теперь вы в Господе, свет. Так ведите себя, как дети, свет. Вот, собственно, объяснение. Новая сущность, он об этом в 4 главе говорил о том, что христианин обретает новую сущность, что он обновляется духом ума, не просто что-то новое придумывает, но его стиль мышления совершенно меняется. Вот вы теперь свет, а плоды духа – все, что есть доброго, праведного и истинного. Можно было бы дать длинные списки. Павел дает часто эти списки, давал нам там в 4 главе перечень добрых дел. Но вот праведное, доброе истинное – значит, это от духа. Не надо там спрашивать, я не знаю, что есть в пост конкретно, или какие действия совершает, каких не совершает. Вот это добро, это праведность, это истина, значит, это от духа. Если нет, то нет. Испытывайте что угодно Господу и не участвуйте в бесплодных действиях тьмы, но лучше обличайте их. Что такие люди вытворяют тайны, стыдно и называть. Но все, что становится явным, видится при свете. Видимо и есть свет. Понятно, все, что творится в тайне, однажды становится явным. И смотрите, он говорит, все, что творится на свету, есть свет. Все, что освещено светом, оно в этом свете и предстает. Если человек что-то скрывает, то, наверное, это какое-то действие, скорее, тьмы, чем свет. И потому сказано, «Восстань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит себя Христос». Вроде цитаты, мы понятия не имеем, откуда. Много было текстов, которые не вошли в Библию. Вот откуда-то Павел это взял. Какой-то гимн, может быть, молитва какая-то христианская. «Восстань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит себя Христос». То есть воскресенье, Пасха, понимается, не просто издавна как праздник в память о том, что произошло со Христом, не просто как некий, я не знаю, красивый обряд, но как то, через что проходит каждый христианин, «Воскресни из мертвых, и осветит себя Христос». «Тщательно следите, чтобы поступать не как безумцы, а как мудрые, дрожите временем, ведь дни теперь лихие». Вот все две тысячи лет, одни так или иначе все лихие. У нас к какому-то определенному десятилетию принято относить слово «лихие», но каждое время лихое по-своему, каждое как-то оно свои предлагают ловушки. «Потому не будьте неразумны, постигайте, в чем воля Господня. Вином не упивайтесь, в нем невоздержанность, исполняйтесь лучше духом, общаясь друг с другом псалмами, гимнами и духовными песнями, воспевая и восхваляя в сердцах ваших Господа, всегда и за все благодаря Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Думаю, комментировать особо не надо. А дальше у него начинается тема взаимного подчинения. Вот он говорил, мы читали в 4-й особенно главе, про церковь как единое тело, где все соразмерно. «Сопотчинено», где все опирается друг на друга. И вот как это конкретно выглядит, он начинает здесь объяснять. 6-й, кстати, продолжит. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Что значит «любите жен»? Ну, красивая женщина, мне с ней приятно, я в нее влюблен. А потом проходит время, фу, надоело, а вот другая красивая пошла. «Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее не потому, что церковь была безумно красивой, а потому, что она его. И предал себя за нее, ну вот, я не знаю, кто из жен, кто из мужей готов до такой степени любить свою жену. А идеал такой, чтобы ее осветить словом и очистить омовением и поставить пред собой славную церковь и беспятная порока и чего-то подобного, но святое и безупречное. Это, конечно, Христос и церковь, но отношения Христа и церкви понимаются как образец для отношений в семье. Так и мужья должны любить своих жен, как собственные тела. Ведь кто любит свою жену, любит себя самого. Ну, потому что еще в книге «Бытия» двое станут телом единым, значит, жена – это тоже часть моего тела. Никто ведь не станет относиться к своей плоти с пренебрежением, но питает и согревает ее, как и Господь церковь, и всем и части его тела, от плоти его и от костей его. Потому оставит человек отца и мать и присоединится к жене своей, чтобы двое стали единой плотью. Велико это таинство, я имею в виду брак Христа и церкви. Так и вы все до единого должны каждый любить свою жену, а жена пусть боится мужа. Ну, слово «боится» здесь, может быть, понимается по-разному, но Павел здесь не раскрывает этого подробно. Ну, скажем, жена, которая с почтением относится к мужу. Вот его этот, пожалуй, самый яркий такой пассаж про отношения в семье, хотя сам Павел был не женатым и об этом говорил, но для него семья — это малая церковь, наверное, часто приходилось слышать это выражение, но для него в прямом смысле слова, то есть отношения внутри семьи — это те же самые отношения, которые возникают внутри церкви, и это очень высокая планка, практически невозможная в жизни, но идеал, к которому люди могут стремиться, идеал, к которому они могут идти. Субтитры создавал DimaTorzok